Шедевр Бельканта на петербургской сцене в Театре Санкт-Петербург. Опера грандиозная премьера. Норма Винченца Беллини. Великая по красоте музыка и при этом одно из самых сложных произведений, которое требует немыслимой отдачи от всей труппы. Подробности у Юлии Зориновой. Грандиозная и величественная, мелодичная и одновременно пронзительная. Опера, которую ее автор Винченца Беллини без ложной скромности называл шедевром. И даже говорил, что «Чискорбекрушение» — это единственное произведение, которое стоит спасти. В первую очередь из-за музыки, которую композитор переписывал десятки раз. Ее высоко оценил и Вагнер. А вот сюжет незамысловатый и даже формальный. История любви нормы жрица друидов и римского завоевателя Палеона. Вся палитра чувств. Страсть, предательство, месть, а в итоге прощение и жертвенная смерть. Они воссоединяются, умирают вместе, идут на этот ашафот, на этот костер. Но в опере не бывает физиологической смерти. В опере это переход в какое-то новое состояние, очень возвышенное. И поэтому нам сегодня это нужно. За постановку легендарной оперы «Норма» берутся редкие театры. Произведение сложное, шедевр Бельканта. Это уникальная техника дословно красивого пения. Не просто мелодичное исполнение, пластичное и виртуозное. Для этого недостаточно лишь музыкального образования. Нужен врожденный дар. Стараюсь донести все, что написано в этой музыке. Помогает слово и действие. И сама музыка помогает раскрывать все краски, которые хотел Беллини. Основатель и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера» Юрий Александров поставил перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи. Во-первых, взялся за постановку. Это уже риск. Во-вторых, пандемию всего за год подготовил сразу четыре исполнительских состава. Мы прежде всего работали над фразировкой, над интонацией, над смыслом. О чем, знаете, как в Борисе Годунове, Борис, глядя на юродиво, говорит, о чем он плачет. Я часто говорю это артистам, выходящим на сцену. О чем вы сегодня будете плакать? Разумеется, самая сложная, заглавная партия нормы. Арии, которые знают и любят во всем мире, требуют от солисток немыслимой самоотдачи. Только в этом театре их четыре. У каждой свой образ и своя манера. А вот оркестр один. Это все разные абсолютно люди. Со своими взглядами, со своими ферматами, замедлениями, расширениями, остановками, всем чем угодно, характерами. Вот все это надо построить с оркестром. Быть гиперчувствительными. Когда на кону грандиозный успех, абсолютно все должно быть на высшем уровне. Так решил Юрий Александров. Декорации лучшие, которые когда-либо создавали в театре. Сложные костюмы напоминают древние артефакты. Сцены пылают огнем золота. Художнику, знаменитому Вячеславу Окуневу, удалось создать сказочный мир на тему античности. Только он умеет сделать так, чтобы женщина была женщиной на сцене. И подчеркнуть ее все достоинства и скрасить какие-то недостатки. А мужчина будет настоящий мужчина. Потому что сейчас мужчина уже ходит в юбках. Женщина, так сказать, в мужских нарядах, то множествует унисекс. А в опе и так не должно быть. В Петербурге, к примеру, постановки покажут лишь трижды. Каждый раз с новым составом исполнителей. Свообразный экзамен почти для всей труппы. Далее театр отправится на гастроли в Эстонию. На этой сцене шедевр Белине прозвучит только осенью. Юлия Зорнова, Данила Жеронкин, Николай Шведов. Вести. Петербург.